Все в телефоне и через интернет. В Новосибирске теперь работает отделение банка, где не используют бумагу, предлагают кофе, а терминал узнает клиентов в лицо. Так называемый умный офис открыли на площади Калинина. Экскурсию по нему провели для нашей съемочной группы. С подробностями Вероника Иванова. На входе в отделение нет привычного ресепшена, только терминал. Он узнает действующего клиента по фото в базе и сразу подает сигнал менеджеру или предлагает этим клиентам стать. Я являюсь клиентом банка, у меня принято Face ID и меня сразу узнала камера и отправила сюда информацию и информацию сотруднику, который сейчас ко мне подает. Процессы выстроены технологично, но становятся человечнее. В электронной очереди клиент не агент 007. Проектор показывает имена посетителя и менеджера их фотографии. Здесь еще и экологичный подход. Оставили бумажные экземпляры документов только в тех случаях, когда этого требует закон. Или же такой формат предпочитает клиент. В остальном столы свободны от громоздкой оргтехники и проводов. Многие услуги можно оформить с помощью СМС. Талончик – единственное напоминание о бумажных носителях. От бумаги отказались. Это раз, конечно. Сейчас есть и талончик. Даже вы будете спросить, если клиенту будет предложено или он будет наставить на бумажном талоне, там будет не предложено, будет выходить текст сообщения о том, что согласны ли вы потратить леса Сибири на бумагу, что тоже заставляет задуматься. Не строгий дресс-код, мягкие сидения больше походят на кафе. Зону для общения с клиентами сделали менее официальной. В зале звучит музыка. Основная задача новых офисов – это с простыми операциями работать быстро. У нас банкоматы, приватный банкомат, касса, карточки. Это все быстро. Вот здесь мы выдаем выписки. А вот со сложными продуктами, уже где надо время пообщаться, рассказать, мы уже используем более такой свободный формат. Плюс система подсказывает, какие предложения актуальны для клиента, в том числе на основе его истории взаимоотношения с банком. Офис такого плана занимает и меньше места. Большая часть в нем отведена под самообслуживание банкоматы. Есть и приватный для операций с большими суммами. Я считаю, что это хорошая тенденция, что все это внедряется в работу дальше. Потому что все-таки время на месте не стоит, и это должно уже как-то в нашу жизнь проникать. Этой осенью еще один умный офис банка планируют открыть в Академгородке. Постепенно так организуют работу во всех отделениях. Продолжение следует...